Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Смотришь на свой портфель, а какой-то актив показывает и невиданные результаты роста. Что это с ним? Почему он так сильно растет? Задаете вы свой резонный вопрос. Наверняка у каждого такое бывало хотя бы один раз в жизни. Что ж, ребята, у меня есть отличный сайт для вас, отображающий все происходящие события для конкретной криптовалюты. И нет, это не реклама. Это просто классный сайт, и я даже немного расстроен, что нашел его так поздно. Хотя нахожусь в этой сфере достаточно долго. И как обычно, если вам нравится такого рода контент, буду признателен за лайк и подписку. Очень приятно на самом деле получать от вас эту отдачу. А теперь погнали. Существуют люди, которые работают с утра до вечера, но при этом владеют, например, десятью криптовалютами. Готов поспорить, для таких людей представляется практически невозможным следить за событиями по каждой из этих криптовалют. Даже для меня, человека, который не просыпается в шесть утра, чтобы ехать на работу, это достаточно сложно. И честно говоря, многие события проходили мимо меня. И вот однажды прекрасной ночью изучал я одну криптовалюту. Я знал, что проект готовится к запуску Мейнета, но хотел изучить детальнее, когда именно это произойдет. В эту же ночь я и нашел этот крутой сайт. Кстати, посмотрите, как эта монета сейчас растет. И если бы я нашел этот сайт раньше, я бы успел на этот поезд вовремя. По отношению к биткоину, она вообще побила свой исторический максимум. Чтобы понять причины такого роста, достаточно открыть веб-сайт CoinMarketCal. Все, что вам нужно сделать, это ввести название интересующей вас криптовалюты в это поле. Например, Тета. Мы видим, что 15 марта будет запуск главной сети этой криптовалюты. А 12 марта было еще два события. А именно, запланирована дата запуска главной сети и аирдроп новосозданных монет в пропорции 1 к 5. Вот и причина этого пампа. Кстати, забавно, что сообщество может приложить доказательства к тому или иному запланированному событию, таким образом проголосовав за его реальность. К примеру, 95% людей считают, что запуск Мейнета на Тета реальные события, а не липовые. И зная это, единственным моим действием остался бы поиск биржи, которая поддержала бы этот свап токенов и получить свою выгоду. Для меня этой биржей стала бы Binance, кстати говоря. Большинство своих операций я провожу именно там. Эта концепция просто гениальна, ребята, и работает практически с любой существующей криптовалютой. Не только с Тетой или другим альткоином, но и с биткоином, если вас это интересует. К примеру, 13 марта 2019 года истекают фьючерсные контракты XBT. Это, кстати, сегодня. А 29 марта фьючерсные контракты Xiaomi. На самом деле, я всегда долго искал даты, когда же эти фьючерсы истекают, а тут все собрано в одном месте. Удобно и комфортно, и к тому же экономит мое время. Но, ребята, даже эту информацию лучше проверять. Особенно, если вы видите всего 75% голосов за то, что это правда. Поэтому топаешь на CBOE и смотришь, что есть такая дата, 13 марта 2019 года. А значит, информация подтверждена. Очень важно, ребята, проверять всю информацию, которую вы получаете, а не верить первому же источнику. Ну и, конечно же, я вернусь и проголосую, что это правдивая информация. И таким образом помогу другим людям, которые пользуются этим сайтом. Все-таки нужно помогать друг другу, правильно? Теперь вы знаете, чем именно я буду заниматься в свободное время. Листать кучу криптовалют, альткоинов и даже щиткоинов на этом сайте. В поисках какого-нибудь бриллианта, на котором будет возможность заработать. Кстати, ребята, хочу вам напомнить, если вы еще в Телеграме не видели. На этой неделе я опубликую большую и подробную статью о том, как я зарабатываю 2% в день на своем же мониторинге Exchange Sumo. Суть заработка в арбитраже. Этот кейс и вы сможете взять на вооружение. Кроме того, в Телеграме время от времени я публикую некоторые свои эксперименты. Как вы, возможно, помните, еще прошлым летом мы покупали аналитику известного фонда. Она тогда обошлась в 3000 долларов. Собственно, одну из монет, предлагаемых в этой аналитике, я закупал, начиная с декабря 2018 года, и даже в марте этого года тоже был один закуп. Закупы получались как удачные, так и неудачные. В этой табличке все видно. В целом получилось получить 411% прибыли. Так что подписывайтесь на Телегу, чтобы не пропускать интересные кейсы и новости от меня. Ссылка на нее будет в описании под видео и, конечно же, в прикрепленном комментарии. Давайте уже попробуем 7000 человек набрать. Это было бы очень круто. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok